Всем привет, дорогие друзья, вы на канале КиноТоп. На нашем канале мы уже не раз рассказывали вам о творчестве Станислава Бондаренко. Кореглазый красавец Станислава Бондаренко является талантливым российским актером. Благодаря своей обольстительной внешности и харизме он смог покорить миллионы женских сердец. Стал популярным после выхода картин «Верни мою любовь», «Грех», «Провинциалка» и «Поцелуй любви». Итак, сегодня я расскажу вам последнюю информацию о картинах со Станиславом Бондаренко, которые планируются в 2021 году. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И приятного вам просмотра. Первая картина 2021 года – это психологическая драма с элементами детектива и триллера «Инкубатор». По сериалу не так много информации, но основные детали сюжета уже известны. Главный герой – Артем, которого и сыграл Бондаренко, он полицейский, и его мать. Мужчина честно выполняет служебный долг, стараясь, чтобы на улицах города было меньше преступников. Ирина, его мать, вложила в него много сил. Женщина уверенно шла к цели, и теперь Артем стал истинным мужчиной. Сейчас его ценят и уважают. Правоохранительная деятельность явно ему к лицу. О том, каким образом сложится судьба парня, поведает представленная кинокартина под названием «Инкубатор». Однажды после очередного рабочего дня он вернулся домой, где его неизменно ждала мать. Но на этот раз его ждала совершенно иная ситуация. Он обнаружил, что мать пропала. Женщина исчезла. Артем подключает все связи, дабы в короткие сроки попытаться выяснить, что случилось с его родительницей. В итоге становится ясно, что Ирина, мама главного героя, многие годы скрывала от сына множество тайн. По прошествии лет ей пришлось расплачиваться за прошлое. Далее выясняется, что она неким образом связана с криминальным авторитетом по прозвищу «Инкубатор». Артем оказывается вовлечен в крайне опасную детективную историю, где ему предстоит распутать немало загадок, дабы докопаться до истины. В сериале будет 8 серий, и он выйдет на первом. Режиссером выступила Екатерина Шагалова. В ролях мы увидим Станислава Бондаренко, Ингиборгу Дабкунайте, Владимира Сычева, Бориса Камордина, Егору Баринова, Бориса Щербакова, Надежду Борисову, Александра Лазарева, младшего Полину Филоненко и Александра Самойленко. Снимали сериал в нескольких городах Москве, в Ростове и Таганроге. По сюжету герой отправляется на поиски матери именно в этот южный район. По словам исполнителя главной роли Станислава Бондаренко, для него этот проект – шанс показать себя не только в амплуа героя-любовника, каким он обычно предстает в кино, но и в серьезной драматической роли. Точной даты выхода пока нет, но есть инсайд, что сериал мы увидим уже осенью этого года. Но нам остается только ждать, и мы переходим к следующей картине, и это «Частная жизнь». «Частная жизнь» будет состоять из целых 16 серий и выйдет на телеканале «Россия-1» сериала. Главные герои Андрея и Лена Иванова – супружеская пара. Главные герои были настоящим примером для подражания, во всяком случае, так считали люди, которые видели их жизнь со стороны. Ведь никто даже не догадывался, что на самом деле Андрей – жестокий тиран, который занимается рукоприкладством, а его благоверная вынуждена терпеть такое отношение со стороны мужа. Но однажды женщина на улице подвергается нападкам хулиганов, и в этот момент Андрей приходит ей на помощь. Мужчина избивает одного из хулиганов, после чего данное дело начинает расследовать полиция. Руслан Тимофеев был капитаном полиции, которого поручились заняться этим расследованием, касаемо Андрея. И тут-то выяснилось, что прошлые мужчины очень таинственные, и Лена вообще была не в курсе этих дел. Вскоре она понимает, что вышла замуж за человека, которого совсем не знает, и это очень сильно ее настораживает и пугает. Роли сыграют Орид Блэйзер, Станислав Бондаренко, Константин Соловьев, Юлия Довганишина, Андрей Чернышев и Анна Ардова. Орид Блэйзер и Стас Бондаренко – чудесная пара, они уже снимались вместе в бархатном сезоне, и мы считаем, что они прекрасно сыграли. Но пока что неизвестно, кто сыграет тирана – Соловьев, Чернышев или Бондаренко. Пишите в комментарии, как вы думаете, кто исполнит роль Андрея, а мы переходим к последней планируемой премьере со Станиславом этого года. Волшебный мир детства – мир открытых сердец и искренних чувств, мир, в котором сказка сплетается с реальностью и оживают легенды, мир, куда каждому взрослому хочется вернуться хотя бы на мгновение, и именно это кино может подарить такую возможность. Легенда Орленка – это современная романтика-приключенческая история с элементами фэнтези. Зрительская аудитория фильма огромна, за 60 лет Орленок посетили миллионы ребят, некоторые из них стали бабушками и дедушками, они передают своим дедям и внукам орлядские легенды и истории. Мы думаем, что нашим зрителям было бы интересно вернуться в детстве и вспомнить, каким был Орленок в те годы. Итак, легенда Орленка со Станиславом Бондаренко расскажет историю о девочке Маше, которая случайно пробуждает одного из семи старцев, которого, скорее всего, и сыграет Станислав Бондаренко. И этот старец до этого был заточен в камень. Вместе со своими новыми друзьями Маше предстоит разгадать тайну семи легенд, обрести веру в себя, спасти дружбу, научиться ценить добро и справедливость. Съемочный процесс в Орленке уже завершился, картину ждет постпродакшн. Монтаж, озвучивание, создание анимации, компьютерные графики, без которых невозможно представить кино в жанре фэнтези. Премьера и выход фильма «Легенды Орленка» в широкий прокат запланированы также на осень 2021 года. Эта картина прекрасно подойдет для семейного просмотра с детьми и побольше бы таких фильмов. Будем с нетерпением ждать. Также есть некоторые надежды на полнометражную картину «Стикер», съемки которой начались уже очень давно, еще в 2016 году, но они явно затянулись. О сюжете известно немного. Первая ночь главных героев – это цепь совпадений. Однако спустя какое-то время девушка появляется в офисе главного героя под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже совершенно не случайно. Мы будем надеяться, что картина все-таки выйдет в этом году, потому что ее планировали еще в 2019, и в ней мы все-таки увидим Станислава Бондаренко. Ну а на этом у нас все. Если вы хотите поддержать наш канал и помочь нам делать контент лучше и развиваться в этом, чтобы чаще радовать вас роликами, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Это нам очень поможет. Как всегда будем ждать ваше мнение в комментариях и до новых встреч на канале Кино ТОП.